Ваше высокое превосходительство, президент Азербайджанской Республики, позвольте мне поприветствовать вас, имею честь, вручить вам, президента Республики Беларусь Александра Ивановича Украшенко, верительный грамотный, который нам доверяет чрезвычайно ответственную миссию чрезвычайно полночного посла Республики Беларусь Александра Ивановича Украшенко и увыдомляю вас о том, что предыдущий посол, охрана Владимировича Владимировича, закончил свою работу и убыл в Республике Беларусь Александра Ивановича. Спасибо. Приветствую вас в Азербайджане. Желаю хорошего пребывания и активной работы. Я думаю, что работы будет много, потому что повестка дня наших межгосударственных отношений достаточно широка, охватывает многие сферы. Мы за последние годы активно взаимодействовали и в политической сфере, и в экономической сфере, и в промышленной кооперации. И, конечно же, рассчитываем на продолжение такого активного взаимодействия. Основой является дружественное отношение между нашими странами, которое уже на протяжении многих лет демонстрирует очень большой потенциал, хорошую динамику. Частые контакты на высшем уровне, взаимные визиты, конечно, дают большой импульс развитию наших отношений. И мы видим хорошие примеры сотрудничества в торговой сфере, хотя, естественно, в связи с пандемией все страны, естественно, наблюдают снижение вала внутреннего продукта и снижение товарооборота. Но, тем не менее, я думаю, что после пандемии мы быстро восстановим упущенное. В целом, за последние годы до пандемии у нас наблюдалась очень активная динамика торгово-экономических отношений, расширение ассортимента товаров, которые мы импортировали и экспортировали. Конечно, важным направлением сотрудничества является промышленная кооперация, хорошей примерой совместных производств в Азербайджане, белорусско-азербайджанских. Уже даже выходим совместно на рынки третьих стран. Думаю, в этом направлении будут дополнительные шаги сделаны. Важной сферой является военно-техническое сотрудничество, которое на протяжении многих лет успешно ведется. И наращивая потенциал военно-технического сотрудничества, мы в том числе и сотрудничаем в сфере высоких технологий. Так что достаточно обширная повестка дня. И уверен, что во время вашего пребывания в Азербайджане вы будете активно заниматься этими вопросами, с тем, чтобы еще больше наращивать потенциал взаимодействия. Ну и, конечно, в рамках международных организаций мы будем и дальше поддерживать друг друга, как это было и в прошлом. И уверен, что такая многогранная и многоплановая совместная деятельность будет и дальше способствовать сближению наших стран. Вам я желаю успешной работы и приятного пребывания в Азербайджане. Спасибо, господин президент. Позвольте, в первую очередь, передать от Александра Говоревича Лукашенко самые искренние слова приветствия и пожеланий вам, как президенту Азербайджанской республики, как другу. И искренне высказать слова благодарности за ту поддержку, которую вы оказываете для Республики Беларусь в двухстороннем формате и на международных площадках. Беларусь всегда во всем последовательно поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской республики. Мы с глубоким воодушевлением восприняли весть о том, что заключено перемирие и возвращены исконно азербайджанские земли в состав Азербайджана. Уважаемый господин президент, вы абсолютно правильно сказали, что дружба между руководителями государств и контакты на высшем уровне является таким залогом развития, укрепления взаимосвязи. Беларусь в этом тоже заинтересована. В этом году, Беларусь президентинин саванмарин и хош арху, саванмарин и хош арху, саванмарин и хош арху, Александр Лукашенко, кастры, мау, каурищи иди. Беларусь президентин саванмарин и хош арху, Беларусь президентин саванмарин и хош арху, Беларусь президентин саванмарин и хош арху, Каурищи иди. Беларусь президент, я очень рад, что тебя встречу. в нашей сообществе. Как вы уже говорили, в экономической области у нас есть огромный потенциал, чтобы найти очень важные места нашей партнерсии, и сильные политические связи, конечно, будут очень полезны в распространении нашей сообществе в разных сферах. На политическом уровне мы сообществуем и мы поддерживаем друг друга в интернациональных организациях, в университетах. Конечно, мы координаем наши efforts в нон-алинментном мувмении, и мы благодарны за поддержку в Индонезии, которые показаны в наших инсиативах в нон-алинментном мувмении. И, как вы знаете, когда мы осуществляли эту миссию в нон-алинментном мувмении, я сказал, что Азербайджан будет, в своих действиях, в своих действиях, защитить интернациональную право и право. Азербайджан. Мы очень благодарны для продолжительного поддержки, которые показаны в Индонезии и Азербайджане. В последние годы оккупации, Индонезия всегда присоединяется поддерживающие решения, и, в которых мы будем поддерживать а также, из-за исламской организации и нон-алинментном мувмении поддерживающих бюджетов. Это было усиливано в то время многих лет, и это уничтожило нашу позицию, и укреплялся в процессе для создания очень солидной базы для проведения конфликта. И, во время конфликта, ваша государственная команда экспрессировала поддержку к Азербайджану. Мы очень довольны это. Министерство оборудовало заявление в поддержку к Азербайджану в поддержку к Азербайджану. Мы очень благодарны. Мы очень благодарны за это. Также в парламенте вашей страны. Многие парламентские парламенты экспрессировали поддержку к Азербайджану. Все это знало от Азербайджану. И это очень уважено от Азербайджану. Индонезия была, между другими парламентами, в отношениях на Азербайджану, в отношениях в Украине, которые поддерживали наши позиции в период войны. Как вы знаете, некоторые парламенты СССР хотели начать процессы адаптировать новые решения и решения. Азербайджану. И, в самом деле, это был попыток остановить нас от того, чтобы избежать территорий. И эти попытки оборудования не оборудовали референции на СССР, которые были адаптированы по странам, во-первых, в социальных сетях. Индонезия, вместе с другими парламентами, во-вторых, в том, что не оборудовали нарушение территории. Мы очень ценим это. Мы благодарны, что это. Это демонстрация солидарности, поддержки, и приятности. Таким образом, это политическая база нашей кооперации. Мы сейчас требуем посмотреть, после того, что Азербайджан оборудовал свои территории и уничтожил свои территории и уничтожил свои территории. Есть большие возможности для экономической кооперации. Также на оборудованных землях мы хотим видеть с индонезийской компании, как наши партнеры, как контракторы, для выполнения различные проекты, которые мы планируем, и также демонстрировать нашу уничтожение. Это наш план. Азербайджан, я желаю вам счастливого дня, очень активного работа, потому что много нужно сделать, чтобы привести наши страны на экономическом треке. и я уверен, что мы увидим хорошие прогрессы во время вашей присутствии в Азербайджане. Азербайджане, для того, подкакать на партнеры и кооперация на партнеры и на партнеры и на партнеры и на партнеры за